Давайте начнем, потому что у меня будет всего час и у меня довольно большая работа с вами предстоит. Здравствуйте, меня зовут Селезнев Артем, я из Мегафона. У нас немножко практическая с вами задача, потому что все наши задачи всегда повернуты к бизнесу, всегда на зарабатывание денег и нас часто не интересует какое-то простое исследование в нашем отделе, в коммерческом. И мы используем не нейронные сети, которые показывают нам картинки, мы используем пока что бустинги, потому что они нас довольно устраивают, очень хорошо. Мы с вами выберем сегодня CatBoost или XBoost. Почему? Ну потому что проблема на самом деле острая для аналитиков и проблема в том, что CatBoost отвечает своим названием как раз таки непосредственно повернут к этой проблеме. Я прям 5 секунд уделю этому внимания, 5 минут. То, что это как бы не про кисок, это про категории. И мы знаем с вами то, что кто-то использовал что-то еще больше one-hot-encoding. Нет? Вот в основном там все используют one-hot-encoding. Это очень глупо. Объясню почему. Потому что у вас там одна фича, в ней 5 разных категорий. Получается, что вы делаете там 5 фичей дополнительных. Ну и еще больше, еще больше. Придумали потом следующий вариант отражения этой фичи в таргете. То есть это средняя по данной фиче в таргете. Это довольно интересно. Но возникала проблема, что фича начинает полностью отражать собой таргет. Кеглеры, и вы, наверное, слушали на докладе про 10 причин. Там вот где-то было то, что они придумали еще out-of-fold. Позже стали придумывать lift-one-bucket, lift-out-one-bucket. Но это все на самом деле не то. Все это неинтересно. И проблема заключается в том, что по факту эти новые фичи не отражают бизнес-задачи. Ну и по факту они приучают нас к тому, что можно окей нагенерить миллион там фичей, и какая-нибудь выстрелит, и мы якобы сделаем модель. Но на самом деле это не так. Ну в чем проблема? В том, что мы с вами сегодня будем смотреть на примере оттока. Задача оттока. Задача очень классическая. Кто-нибудь будет работать на ноутбуке? Нет, да? Отлично. Если что, давайте там понажимать. Можете активировать библиотеки, пока импортировать, загрузить датасет, пока я буду рассказывать, соответственно. В чем состоит задача оттока? Почему проблема оттока? Давайте разберем вот эту проблему. Кто знает, почему надо удержать клиента, а не надо искать нового? То есть почему ценнее старый клиент, чем новый? Дороже привлекать нового, чем удержать старого обычно. А вот какие-то вот причины к этому? Нет вариантов. Смотрите, там очень просто. У меня сегодня, если кто-то будет очень сильно активничать, у меня есть три интересных подарка на первое, второе, третье место активности. Суть в том, что когда к вам приходит клиент, он забирает на себя какую-то цену привлечения, и он не выгоден вам. Вот он пришел, вы его купили, он вам не выгоден. Со временем этот клиент через какой-то промежуток исторический, здесь вот он целый год, к примеру, он у вас, он становится вам выгоден, и только потом его выгода вряд ли, конечно, начинает вам расти. Суть в том, что этот клиент новый. С каждым годом, ну примерно, или там, не с каждым годом, а он всегда на 25%, на 30% выгоднее любого нового свежего клиента. И в этом есть причина, то что мы сегодня будем с вами разбирать задачу от тока, и она очень важна, ну не только для телекома. По поводу нашего с вами CatBoost. Соответственно, нам все это не подходит для решения нашей с вами задачи. Они не отражают всю полноту этого значения. То есть ни одна эта фича у нас не будет с вами отражать. Почему? Потому что CatBoost содержит в себе некоторые oblivious деревья. Они очень классные. Вы там, давайте вспомните, это oblivious деревья, те, которые у нас имеют на каждом уровне одинаковый сплит. И особенность CatBoost заключается в том, что, это уже проверено, то, что вам нужно только два параметра здесь. То есть в отличие от бустинга, от XGBoost, от LightGBM, Microsoft, в этом параметре по разбитию деревьев в oblivious 3 вам нужно только 6 для какого-то быстрого датасета, 10 для какого-то долгого обучения. И всего, давайте вспомним доклад Никиты, сколько всего можно использовать параметр max iteration максимальный в oblivious деревьях. Это 16. Отлично. Жалко, что никто не ответил. Это 16, только 16, потому что это всего вариантов перебора получается порядка 65 тысяч. Вы будете долго очень ждать. Максимально не больше 16. Больше 16 в принципе нельзя. Не ограничили это. Вы используете бинаризацию данных, соответственно, ее больше бинаризации. И почему на CatBoost все обращают внимание в последнее время? Потому что бинаризация – это создание сплитов по переменным, которые у вас есть. Есть два разных сплита, которые сам Яндекс тоже использует. А если что-то используется в проде у компании, которая поставляет данную библиотеку, то это значит уже лучше. Например, Microsoft не использует чаще всего свой LightGBM у себя. Странно, да? Хотя они его тоже форсят точно так же. Что нас сегодня будет интересовать? Learning Rate, соответственно, и количество деревьев. Это очень связанные между собой переменные. Если вы уменьшаете Learning Rate, то вы всегда должны увеличивать количество деревьев. Ну и, соответственно, наоборот. И когда вы… Это проблема. Почему Grid Search здесь не подходит? Для того, чтобы использовать возможность оверфита, то есть следить за оверфитингом, мы будем использовать вот Evil метрики. Из всех вариантов регуляризации нас интересует только L2. Begging temperature и random – это очень интересные параметры, влияющие на сплиты и на деревья. О них мы поговорим немножко позже. В принципе, это намного меньше. Их же буста, тех базовых параметров, которые вы должны посмотреть. И это большой плюс. Особенно, когда вам необходимо посчитать все возможные варианты для вашей модели. Потому что все возможные варианты для вашей модели будут считаться по очень простой формуле, которая – это количество вариантов n! n!, где у нас с вами n!, минус k и по k. Это получается очень большое количество. Даже если там на 7 по шахматной доске проверить, то это будет очень много. Если у нас будет всего 7 вариантов, 7 возможных вариантов из 7 возможных вариантов, то это будет порядка 4 с чем-то тысяч. Ну, то есть это очень много. Нас это не устраивает. Нам надо быстро. Почему надо быстро? Потому что время… Бизнес завязан на time to market. Чем меньше у вас time to market, тем выгоднее вы, тем лучше вы, тем вы более конкурентоспособны. И очень классный параметр, который называется call sample. Это то, что вы имеете разные варианты фичей. С ним очень можно, очень интересно поиграть. Но надо помнить, что в следующий раз, если вы не зафиксируете параметры, то это может быть другой call sample. И может получиться так, что при добавлении каких-то новых фичей ваша метрика может сильно играть. С этим мы пока не знаем, как победить это. Можно зафиксировать и не использовать рандомный выбор call sample. Но это будет не так интересно. Еще немного. Почему CatBoost хороший? У него есть бейзлайн, который позволяет даже во время дропаута, во время каких-то проблем начать с контрольной точки. Очень хорошие метрики. Вы можете создавать свои метрики. У вас домашнее здание будет создать свою метрику. Это очень классно. Вы можете потом мне его прислать для проверки и для дальнейшего взаимодействия. StagePredict вы можете использовать поэтапное обучение. Ну и, конечно же, снэпшоты. Но это есть небольшой минус. Если у вас сейчас на данный момент вы сидите не на компьютере, не под админом, то во время снэпшотов у вас могут возникнуть проблемы, потому что он создает дополнительные файлы на диске. Но CatBoost еще не может работать со спарком. Ну это большая проблема для дата аналитика. Он все еще плох на GPU. Даже не иногда, а почти всегда плох без GPU на самом деле. Это медленное обучение, это очень много проблем. Чаще всего он очень небыстрый. Но небыстрый только во время обучения. Ну мы сегодня это посмотрим. Даже на 300 деревьев он сильно проигрывает. И вот надо указывать явно категориальные фичи. То есть вы должны указать их индекс в общем индексе колонок, условно говоря. Но я вам покажу сегодня, как можно через NumPy просто автоматизировать этот процесс. А самое интересное здесь в CatFitch'ах, то что вы же заявляете себя как категориальный бустинг, так определяете их самостоятельно. Ну типа зачем? Вот. Окей. Задание от Toco. Очень интересное задание. Вы можете его решить сейчас. Вот. Можем порешать его потом вместе. В чем состоит? У нас есть 4 разных датасета. Они довольно большие. Некоторые из них агрегированные данные. Всего около… Можно нагенерить. Очень глупо нагенерить. 320 штук. И таргет у нас. Здесь я немножко исправил. Я вчера исправил немножко таргет, потому что предыдущий таргет не отражал интересную задачу от Toco. Нам нужен не только клиент, который хочет оттечь, уйти от нас, но и после взаимодействия он не уйдет. Но нам еще важно удержание. Вот у вас было базово. Но чего-то еще не хватает. Какого-то параметра не хватает. Ну и что, как вы думаете, какой можно добавить третий параметр? То есть это более комплексная такая фича должна быть. Абсолютно верно. Да, то есть нам не нужен клиент, который там, ну, оттечет, и мы вот 10 рублей, к примеру, потратим. А работа дата-сайентиста – это много тысяч рублей. Нам нужен, соответственно, неотекший клиент с удержанием, к примеру, 6 месяцев сегодня мы будем использовать. И у него, он останется нам более выгодный. Например, мы с него получим заработок по ARPU. ARPU – метрика, зависимая от его прибыли, на, соответственно, там на 30%. Будет очень классно. Очень хороший клиент новый. Смотрите, в чем проблема? Мы из базового сета, который состоит. То есть вообще откуда взялась эта проблема категориальных фичей? Мы же постоянно генерим данные фичи. И вот из бейзлайна мы нагенерим там можем от 320 и больше. Но сегодня мы чуть поменьше возьмем. А в чем проблема? Мы на самом деле это не аналитический подход. Глубоко не аналитический. Почему? Потому что мы можем менять это бесконечно. И мы же с вами аналитики. Ну или кто-то собирается стать аналитиком. Data Start все-таки. Самое интересное заключается в том, что, например, мы видим пользователя. И по пользователю есть некоторые значения его благосостояния. Давайте посмотрим. Можно просто посмотреть классические методы, которые использовали статисты, аналитики в 60-70-х годах, про которые почему-то все забыли. И сделать более сложные, комплексные фичи, которые будут более полно отражать этого пользователя. Но при этом, ну сейчас в этом дата-сете 60 фичей, мы можем их сократить до 8. Их будет меньше. Они будут более комплексные. Но они будут точно так же влиять на таргет. Очень круто. Что можно из этого сделать? То есть как это работает? Что такое влас? Влас это категории пользователей по их благосостоянию. Всего их 8 на данный момент. Ведутся работы еще по добавлению двух других категорий. Уровень средств, услуги, балансы по счету, разница и отношения в его балансе, в его каких-то там движениях, в его денежных движениях, можно на самом деле сложить в позиции от выживших до рисковых. Это очень интересно. Особенно то, что первые две отражают пользователи, у которых есть карта мир. Не то, что вы против карты мир, но вот странно то, что, ну если кто-то есть в бюджетной организации, что вы всегда попадаете в выживший, потому что у вас маленькая вариация по зарплате, маленькое стандартное отклонение по зарплате, используйте карту мир. И вот рисковые лидеры, они отличаются только тоже тем, что у рискового все варианты зарплаты, зарплатные карты, и также есть такие, как American Express, к примеру. А у лидера только классика. Это мастер-класс и там маэстро. Но самое интересное, что лидер при этом не пользуется услугами каких-то сервисов или очень классных вот этих черно-желтых банков, таких знаменитых, вы, наверное, знаете, не буду называть название. А рисковые при этом пользуются всеми услугами. Но вы можете это спроекцировать. Это будет та же самая фича, она будет категориальная. И благодаря CatBoost мы не должны будем ее как-то имплементировать, кодировать. Что мы можем еще изменить? Можно 90 превратить от 4 до 30. Это очень классическая матрица. Когда-то давно, в 75-м году один из основателей McKinsey разработал бостонскую категоризацию, тоже забытую на данный момент, но все ее помнят. Она потом переросла, кстати, в свод-анализ, анализ сильных слабых сторон. И вот вы можете использовать того, что есть у пользователя по его услугам в доходность, в количество пользователей таких же одинаковых услугах и тому подобное. И здесь сейчас 4 отражено. Соответственно, вы можете сделать 4 разные фичи, которые будут отображать там те же самые параметры. И опять-таки это категориально. CatBoost у нас работает с этим и все будет довольно просто. Следующее. Давайте мы с вами все-таки посмотрим немножко, что нас с вами ждет. Вот наше небольшое соревнование на черн-предикшене по CatBoost. Кто-нибудь скачивал дома файл, который я заранее скидывал за месяц почти? Нет? Ладно. Извините. Давайте это разберем. Очень интересная штука. Мало кто из аналитиков пользуется. Я в аналитику пришел с программирования. И я рекомендую вам, особенно при использовании ноутбука. В нем есть куча проблем на самом деле. Он хранит переменные. Лучше программировать классическим питоне, как Юпитер, как JetBrains и тому подобное. Почему? Потому что здесь нет проверок. Но мы с вами используем такую проверочку. Вы же передаете ноутбуки. И чтобы пользователь вашего другого ноутбука не волновался, я вам сделал небольшой подарок. Проверка на установленной библиотеке. Вы перечисляете те библиотеки, которые вы будете использовать, и функцию проверки. Автоматически она лезет в PIP и устанавливает ее. Это очень классно, здорово, вдохновляюще. И вашему пользователю вы здесь можете прописать версии и тому подобное. Но я использую все последние версии, чего не рекомендую использовать. Вы можете, соответственно, использовать здесь точно так же и передавать спокойно. Из тех библиотек, которые я здесь использую, есть те библиотеки, которые вам непонятны, или вы не знаете, не видели ни разу, или хотите задать вопрос по этой библиотеке? Давайте быть активнее. Да. Супер. Missing.no. Это очень хитрая библиотека. Missing.no, библиотека, которая показывает, какие пустые значения и где они находятся. Красиво, графически, разными вариантами. Почему я люблю эту библиотеку? Я не участвую в кегле, но я помогаю решать иногда кеглером задачи. Не участвую я, потому что это задача однодневка. Вы просто ее решили. Окей. Кому-то отдали решение и не поддерживаете. 99% успеха дата аналитика – это поддержание вашего труда. Вы должны быть ответственны за ваш труд. Там этого нет. В кегле много фичей нагенеренных. И Missing.no может показать вот такую простую вещь. Допустим, у нас есть какой-то сет. И Missing.no показывает у нас, что у нас есть вот какие-то такие вот фичи. И у нас есть, условно говоря, есть очень большие, я поставлю над ними единичку. Это очень большие фичи, которые ярко выражены. Это без… Я просто посмотрел их импортанс и провел по Missing.no. Missing.no показывает, где у нас, соответственно, есть пустые, где заполнены данные. И очень интересно то, что мы можем увидеть заполненные пропущенные данные с определенной последовательностью. Одна задача на кегле была очень предрасположена к этому. Вы видите, здесь есть три разные… определенная последовательность пропущенных данных. Что оказалось, что вот сэмпл на самом деле, тот, который закинули в задачах, был вот таким. И вот все, что здесь сверху, можно было просто выкинуть и не смотреть на это. И неграфически это довольно трудно было бы найти. Соответственно, можно начать было учиться здесь. И можно было бы дальше как-то следовать этому. Missing.no очень интересная в плане того, что дает некоторый результат. Я рассчитывал на то, что вы тоже будете нажимать кнопками. Работает она следующим образом. Но я вам сейчас покажу. Соответственно, работает она вот так. Она проверяет, существуют ли или не существуют пустоты в наборах данных. Я использую эту функцию сейчас следующим образом. Мы находим какой-то сет, в котором есть пропуски, и он выдает очень красивое значение. Мы сейчас, пока он показывает результат, я бы вам еще рекомендовал запомнить Pandas Profiling. Это очень классная библиотека. Вот, кстати, результат. Мы его видим. Мы видим результат довольно простой и интересный. Что у нас с вами есть тоже заполненные поля и есть некоторые пропуски. Но здесь пропуски на девайсах. И это легко предположить. То есть что на первый взгляд это может говорить. То есть вот видите, там есть, конечно, тоже последовательность видна. Но ее можно откинуть. Условно говоря, что говорит то, что здесь у нас заполнено, а здесь у нас не заполнены. Такие странные штуки. Как вы думаете? Это понятно. Ну, то, что, скорее всего, был просто left join по какому-то ключу. И есть данные, которые сюда не вошли. Если мы с вами посмотрим, то здесь именно на девайсах, то есть одинаковый left join. То есть, скорее всего, здесь у нас есть пользователь, у которого, условно говоря, вторая сим-карта. Есть такие пользователи. А его оборудование, например, у него один телефон, вторая сим-карта в одном и том же устройстве. А еще бывает такое, что у людей есть машины. В машинах бывает тоже встроена сим-карта для сигнализации, к примеру, и это тоже здесь отражается. Но интересно было бы запомнить еще библиотеку, которая называется Pandas Profiling. Я рекомендую использовать обзор, потому что она дает очень полную информацию и экономит вам время. Сокращает time-to-market, конечно же. Смотрите, мы делаем полный обзор переменных, просто закидывая сюда наш с вами датасет, и мы уже сразу видим вариацию, количество уникальных. И здесь я использовал быстрый маленький датасет, конечно же. Он сразу и корреляцию показывает, и вы можете вытаскивать каждое значение и смотреть, что здесь возможно с этим значением. По бустингу. Соответственно, вот у нас с вами наша проблема в том, что у нас есть два разных бустинга. Супер победитель всего, чего только можно, знаменитый там XGBoost, ну и CatBoost, который вам показали сегодня. Вот у него проблема. Проблема в том, что у нас появилась какая-то категориальная фича, и мы с ней начинаем работать. Есть много всевозможных способов. Я здесь использовал способ, который переводят через логарифм. Это такое довольно странное выражение. Я миксую ее с логарифмами, отрубаю нули, и потом перевожу это, создаю между фичами большое расстояние, и этот int записываю. Но это немножко неправильно, потому что, когда вы генерите еще и еще фичей, вы приходите к тому, что вам потом нужно использовать все больше и больше каких-то генераций. И самая простая из этих генераций выглядит следующим образом. Мы начинаем с вами доходить до генерации всех возможных фичей, которые потом начинают переходить в некоторые классические фичи. Какие же это классические фичи? То есть, если бы мы использовали, могли бы использовать чисто catboost, мы бы запихнули в него фичу, сказали, она категориальная, и все, нас больше ничего не интересует. Но это не так. И пользователь у нас живет во времени. Если это какой-то другой алгоритм, другой бустинг, нам надо с вами использовать очень интересные данные. Соответственно, мы группируем их. Группируем разными возможными способами данные на определенном пробежутке времени, то есть, которые отражают, что случилось с пользователями на день после какого-то отчетного периода. 14 и там далее. Обычно берут промежуток в 7 дней, он легко вычисляем. Накопительный итог. Это почти то же самое, что предыдущие, но только с первого по третий, потом с первого по седьмой, захватывая все при этом данные. Это немножко интереснее становится, но это все так же плохо, потому что это приводит к тому, что мы с вами начинаем все больше и больше углубляться, и эти фичи, которые я вам представил, которые занимают только одну строчку, они начинают выглядеть как-то вот так. Но это прямо ужасно. Но вы можете, наверное, подсказать мне, наверное, можно подсказать мне какой-то вариант. Если я не хочу руками писать, но хочу получать фичи еще быстрее. Есть способ? Не аналитический. Это вот для кеглеров. Нет? Нет? Кто-нибудь использовал библиотеку фичи tools? Нет? Смотрите, есть библиотека фичи tools. Но это не наш с вами подход. Это подход, но не аналитический. Вы должны четко знать, какая фича что отображает. То есть, что она в себе содержит. Потому что фича – это не просто feature importance. это какой-то параметр человека, к которому вы должны относиться. То есть, бизнесовая задача – это проекция максимально сделать хорошо каждому человеку, каждому вашему пользователю. И фича – это его непосредственный параметр, от которого, возможно, зависит, что вы сделаете ему что-то лучше. Потому что, возможно, что по благу состоянию, но вы его описали как-то хорошо, и вот он действительно выживающий, но вы ему предложили какой-то суперский продукт, и он почувствовал, что он перешел на веточку выше. И он даже, например, стал использовать у них там супер какой-нибудь сервис про телевидение, который можно использовать только рисковым парням. Вы видите, что генерация очень большая. Она есть у нас с вами в файличке. И это все отображает только один набор. Даже здесь немножко специально схитрил сегодня, с утра пока пришел. Я убрал еще переход по нескольким вариантам дней, то есть дней от даты. Вот. Тут видно, что я насокращал сегодня. Просто это работало порядка 40 минут. Я немножко не ожидал. И мы получаем вот такой датасет. То есть в итоге все те же самые фичи, но они у нас, видно, что есть пользователи довольно разреженные. Возможно, это надо как-то их поисследовать. И наше исследование будет с вами немножко дальше. Почему? Потому что из всех этих фичей, которые мы с вами нашли, их надо сгенерить, соединить вместе. Есть некоторый процесс. У Pandas настолько классная эта библиотека, которую придумали. И она работает точно так же, как SQL. Классический SQL. Вот все, что есть в SQL, все есть в Pandas. Обычный join называется merge. И он работает точно так же. Датасет слева, датасет справа. И ключик, по которому генерим и используем. Вообще, очень большая рекомендация использовать. Да, именно его. Но лучше всего, конечно, генерить фичи сразу в SQL. Но здесь есть некоторый минус. И минус есть в самом Pandas. Кто-нибудь сталкивался? Какой самый большой у вас минус в Pandas, который вы использовали? Есть такое, что прям не хочу его использовать? Да, давайте. А вы пробовали импортировать туда SQL-алхимию? Есть библиотека, называется SQL-алхимия. Это питоновская библиотека. И она прям создает в Pandas. Вы прям импортируете туда SQL-алхимия и прям запрос вытаскиваете. Я должен был где-то здесь в конце оставить свои контакты. Я это сделал, конечно. И со мной можно будет постоянно держать связь. Но есть самый большой минус. Вот это все хранится неправильно. Pandas хранит дату неправильно. Вот он увидел здесь Fluat. Он говорит, а, ну окей, значит, это Fluat 64. Знаете, сразу так, окей, int. А вот здесь вообще очень там может быть какое-нибудь еще одно число. Потом здесь там Super New Miracle и тому подобное. И он хаотично у себя из головы берет формат и называет его. Как это решить, я вам сегодня покажу. Потому что для меня это проблема. Мой маленький датасет, самый маленький, весит 40 гигов. И то есть обучать его очень долго. Особенно работая в Pandas. Но мы дошли с вами до процесса отбора признаков. И тут мы с вами встречаемся. Для отбора признаков мы должны использовать какие-то террасы. Мы должны запихнуть их в какой-то алгоритм и посмотреть, что они делают. Мы прямо сейчас увидим, мы можем увидеть, что даже на 100 деревьях с одинаковыми параметрами, левник, рейда, глубины, то, что наш с вами XGBoost отработает быстрее, чем CatBoost. CatBoost там в конце будет выдавать свои задачи. И это является действительно пока проблемой. Именно из-за этого подбор параметров в CatBoost выглядит намного по-другому, чем в XGBoost. С этим мы с вами сейчас столкнемся. Посмотрим, что у нас там будет. У нас вроде 100 деревьев всего. Должен где-то прийти наш бустинг. Если он придет. Вот. 100 деревьев всего 6. Маленькая дата. И очень странно, почему все это выглядит именно так. Ладно. Давайте попробуем как-то заиспользовать, например, что-то поменьше, чтобы просто увидеть… Ну, вы наверняка все видели, конечно, работу. Допустим. Ну, там в 1000 деревьев он наверняка скажет нам, что лейбл у X меньше. Здесь нам то же самое. Простите. Хочется показывать максимум практической, потому что лучше всего нажимать на кнопки. Рассчитывал, что у всех ноутбуки. Да, вот отлично. То есть, условно говоря, у нас XGBoost отработал вот так вот сразу. А у CatBoost еще есть вывод. Ну, его, правда, можно фиксануть. Но он все равно работает немножко дольше. И вот. Ну, это явно там всего за 3 секунды. Но XGBoost отработал сразу при тех же самых параметрах. Окей. Соответственно, на основе этих параметров у нас собирается некоторый датасет. Сортировка. И мы видим, что как выглядят фичи импортенсы. А желтые – это CatBoost. Ну, потому что они типа желтые. Вот. Яндекс все-таки. Это очень примитивно. Но почему еще… Почему за что мы любим CatBoost? У CatBoost они уж больно очень сглажены параметры. Нет никакой до лесенки. И вот здесь вот явно стоит там больше, чем одна фича какая-то лежит чаще всего. И это очень красиво. Это очень правильно. Ну, потому что… Потому что очень вряд ли вы увидите какую-то фичу, которая вот прям идентично другой. Значит, между ними там 100% корреляция. И это очень странно. В XGBoost этого нет. Это его большой плюс. Но также он содержит и некоторые минусы. Чтобы оставить дальше фичи, чтобы оставить дальше фичи, я использую всегда следующую функцию, чтобы оставить только те фичи, которые входят и в CatBoost, в Importance CatBoost и в Importance XGBoost. У нас остались некоторые фичи. Всего у нас получилось из техногенерированных фичей 82 фичи. На самом деле изначально, то есть если бы у вас были бы по опыту более комплексные фича, она всегда более классная, она всегда остается в выборе, она всегда не пропадает, и в ней всегда есть Importance, потому что она всегда захватывает какого-то пользователя, или может быть даже очень редкого. Но это еще не все. Почему? Потому что у нас наверняка есть какие-то нулевые. И вот у нас, видите, с нулями осталось там 25 фичей. Это не очень круто на самом деле. Но они уже все не изначально. У нас получается выборки 25 нулевых. Без них у нас получается 60. Большая матрица нам покажет вот… Большая матрица корреляции. Очень такой стандартный путь. Но мне кажется, что его прям вот must have надо знать. Тем более Seaborn, он очень красиво визуализирует. Лучше Seaborn может навизуализировать только, наверное, нет. Но только Bokeh. Довольно большая матрица получилась. Но ее можно уменьшить, пройдя этот путь, сделать какую-то отбивку, например, и тому подобное. Я, например, убираю все… У вас есть какой-нибудь… Вот, кстати, здесь у меня есть вопрос интересный. Вот смотрите, я сократил количество фичей. Они низкокоррелируемые, они красивые. А есть какое-то… Вот у вас есть две одинаковые фичи, они какой-то очень близкий импортанс. Вот какую вы оставите? Как вы возьмете фичу дальше? Есть догадка? Сумму? А еще есть варианты? Ну, это очень круто. Есть любые варианты, можно все пробовать. Мы же там data science, там все-таки. Нет? Смотрите, у фичи… У фичи… Есть, на самом деле, ее можно разбить по бинам. И по бинам посмотреть. У нее есть так называемые два параметра. Первый параметр называется его вариативность. А второй параметр – стандартное отклонение. Это очень классные фичи. Ой, очень классные параметры. Вам тоже… Ну, их очень надо смотреть часто по фиче. Почему? Потому что количество вариаций… То есть, что показывают эти параметры? Нам не нужна фича, которая будет всегда иметь 0,7, к примеру. Или какая-то фича, которая имеет только два состояния в зависимости от бинов. Или в зависимости от дня. Нам нужна фича, которая имеет максимально большую разницу. То есть, вот сегодня, например, на пятом дне она имеет вот такой параметр, какое-то среднее значение. Потом она должна скакать, она должна меняться, максимально измечивая фича, должна максимально работать. Только такие фичи должны существовать в любом алгоритме, неважно, что вы используете. Почему это так? Потому что основная задача алгоритма находить как раз таки вот… Это создает правила. Если… Точнее, наоборот, это не создает правила. Если фича стандартная, она создает правила, и она никакая. Она не отражается в таргете, она никому не нужна. Соответственно, я отобрал только те фичи, которые остаются у нас, соответственно, в таргете. Они все красивые. Можно будет смотреть еще по бинам. Когда мы смотрим по бинам, в таргете отражение, это фичи, бин. Соответственно, у нас есть там какая-то одна такая фича. На это просто тоже надо посмотреть. Я не стал… И вот самое плохое, что может быть, если у нас во время бина произошла… Вот мы разбили по бинам, и у нас, например, фичи как-то вот идут вот так, и они имеют места пересечения. Места пересечения – это означает, что у нас очень плохой бин, либо какая-то никакая фича. Нам нужно так, чтобы бины между собой тоже не были связаны. Тогда это будет максимально красивая, хорошая, отражающая фича. Это вариация по всем параметрам. Ну, то есть в питоне это можно… В пандесе это можно сделать… Выбираете одну фичу, точка вар, то есть это наш с вами статистический параметр, вариация. А std – это стандартное отклонение, соответственно, по этой фиче. То есть… Нет, нет, нет. Это же у нас сегмы берется, а вариация – это средняя, это 100% умноженная на среднюю по фиче на бин этой фичи. Ну, давайте оставим, я вам покажу еще, как это можно посчитать, тоже красиво. Мы с вами должны… Классный вопрос ставить, спасибо за активность. Чем больше вопросов, тем больше подарки. Абсолютно верно. Вы абсолютно правы. Но смотрите, если переменной два значения, она бинарна от нуля до янички, то тогда в этом параметре мы берем по бину отражение в таргете. То есть мин берем эту фичу, делаем ее по отражению в таргете на каждый, к примеру, переменную, на каждый шаг. И это отражение в таргете мы записываем здесь. То есть отражение в таргете у бинарной фичи мы берем за те же самые значения. Ну, согласен. Но я здесь, если честно, такое не использую. Но мне это лично не нравится. И оно мне никогда не давало какого-то большого значимого веса. Вы используете это очень часто? Нет, я не использую. Я просто не использую, что это не есть, которые вы понимаете. Они не используются для него организования. Нет, я с вами согласен. Но просто в моем способе и вот это очень хорошо работает. А почему я не использую в своем способе линейное преобразование? Потому что чаще всего оно мне никак не нужно. Вот и все. У меня нет таких параметров. У меня всегда очень сложные параметры, которые отображаются. Просто эти методы можно использовать для регрессии. Эти методы можно использовать регрессионные. У нас классификация. Ладно, окей. Спасибо. Так, в общем, да. Супер. Круто, есть чат. Откуда? Да, можно послать домой. Вопрос из чата Telegram. Что лежало в GP? GP? Да, можно посмотреть? Прости, пожалуйста, я посмотрю скрин. А, я понял. Да, смотрите. Возможно, это просто была моя переменная. Я актуальный, я актуализировал по всем ошибочкам, и я скинул готовый датасет. Возможно, просто это немножко старый датасет. Старый ноутбук. Я актуализирую его, извините. Продолжим. Итак, мы доходим до проблемы, борьбы с памятью. Мы дошли до интересной проблемы, борьбы с памятью. Я очень люблю эту борьбу, если честно. И когда-то я подумал, почему бы не сделать некоторый комплекс функций, некоторые комплекс функций, которые, ну и плюс ко всему мы используем же CatBoost, которые скажут нам, что давайте, если это float, и у него есть очень маленький хвост, то есть он не float64, давайте его поместим просто в float. Если это int, и он небольшой int, давайте его поместим в классический обычный int, который занимает очень мало. А если это все остальное, все, что нам не нужно, мы отправим его реплейситься и реплейситься в категориальную фичу. И окей. Что у нас с вами получилось? Получилось так, что во-первых, кстати, первая проблема пандоса, если хотите ради интереса, тоже поэкспериментируйте. Вот в пандосе есть такая штука, deep равняется true. Это на самом деле он будет показывать две разные памяти, то есть сколько по-разному занимает датасет. Deep просто memory usage, какой-то ваш объект memory usage без deep true. Из deep true скорее всего покажут порядка 10 мегабайт разницы. Это очень странно. Я так и не понял, в чем проблема, если честно. Мы отправим это в датасет в категориальный и скажем, что если у нас фича имеет внутри уникальных значений меньше, чем какой-то пороговой, которую мы можем с вами сами задавать. Я здесь задал, что если фича меньше 10%, уникальных меньше, чем 10% по всей этой данной фичи, то тогда это категориально. Если нет, то возвращаем ее и оставляем ее интом или флуатом. В чем суть категориальных фичей? Почему мне пришлось их полюбить? Сначала я полюбил катбус на самом деле, просто потому, что мне котики понравились. Нет. На самом деле я не люблю котов. Так, смотрите. Там суть в том, что у вас сейчас на данный момент что такое категориальная фича? К примеру, у нас с вами есть там какие-то имена. Имя. Здесь еще есть имя. Здесь еще есть имя. Ну и так далее. В чем суть кодирования в категорию в пандасе? Мы будем видеть все равно еще имя. Мы с вами знаем, что имя у нас с вами записывается не просто значением в памяти, а это записывается некоторым комплексом значений в памяти, который обозначает строчку и там еще что-нибудь. Но в нашем параметре мы это изменим. Мы положили это в категории, и она сказала, что окей, это никакой не комплекс, это просто значение. Первое, имя один. Окей, будет единичка. Мы видим это именем, именем, а в памяти это обычный инт. Идем дальше. Там доходим, следующее находим имя 2, которое тоже разное. Мы выдаем его имя 2, мы видим это имя, как имя, а в памяти это просто двойка. Это намного меньше занимает памяти и позволяет нам делать очень интересные штуки. Какие, например, давайте посмотрим. Вот она вот так вот выглядит. Сейчас я дойду за нее. Я собрал здесь датасет, соответственно, собран для буста, вот он здесь для обычного и для cat-буста. Разница в чем заключается? Что я отправил это в свою функцию и мы можем с вами посмотреть. Давайте посмотрим, что, окей, для xg-буста датасет классический, просто положили x и все, x, y занимает 12 мегабайт. Но если мы заредюсим эту функцию и сделаем это категориальными, то у нас с вами будет занимать это всего лишь 5 мегабайт. Ну там просто это x, соответственно, это y. То есть мне кажется, что там больше, чем в два раза. Это очень хорошо. Вообще обычно на больших данных это у меня один раз показывало 85%. Да. А там не только категориальные дел? Там флот. Но еще и снижение разрядности. Может быть, это и оно такое эффект, а не категория? Основное дело дает категоризация, если честно. Вот я проверял эту тему, я снижал разрядность. Из этого пока это не следует. Почему? Потому что две операции проведены, которые каждый снижает. Где две операции? В xGBoost там исходный датасет. В CatBoost там сделаны две операции, снижающие расход памяти. Первая, которая снижает разрядность чисел, а вторая, которая некоторые числа переводит в категориальные переменные. Да, я с вами согласен. Но смотрите, а если, ну это две последовательности, да, это небольшой трик, но есть еще штука в том, что если это у нас… Просто интересно, снижение разрядности какой эффект дает? Кажется, она должна давать эффект примерно в два раза, потому что там типично в два раза снижение разрядности. Да, обычно в два раза дается. Так как будто там с 12 до 6 это получается. Да, я не перевожу всех, не перевожу все. Почему? Потому что, например, если все флотовцы так остаются флотовцы у меня. Вот. И здесь видно это. А если вы переведете и флот в категорки, здесь у вас, вот я редьюсю, и все флотовские фичи, они у меня так и записываются, все флот, и уходят как во флот. Если, почему я не перевожу флот, потому что флот в категории, ну короче, он у вас не сработает в густе. вот он выдаст, иногда бывает флот, который там, ну, экспоненты, как они там называются, экспоненты, там е, какие в минус там с десятой степени, да, вы помните там, вот какие-то. Я забыл, как они называются, если честно. Когда у нас с вами там какое-то число, здесь много-много-много чисел, потом буковка е, к примеру, там минус там 17, вот, это означает, что там надо разделить это на 17 нулей, на единичку с 17 нулями, там, к примеру, вот, и вот такие числа у вас не будут работать в категории, они будут категориальными, станут категориальными абсолютно всегда. И я тоже не разобрал эту штуку, почему. Вот, это просто пандос. Но они у вас, соответственно, не будут работать дальше в бустинге, будут выдавать ошибку. Но это вот надо было Никите спросить, я немножко не доработал это. Мне просто стало скучно, если честно, редюсить память, и я ошибся. Вот, да, на самом деле, дальше бывает до 85% можно заредюситься. Вот, это очень классно. В итоге у нас с вами получается, что наш небольшой с вами датасет, и что мы будем с вами делать? Очень просто. Давайте на том, что мы собрали сейчас, то есть новыми фичами, посмотрим, что у нас получится. н-эстимейтер, и вот здесь я хотел обнулить параметры, но я не стал этого делать, чтобы все не базовые параметры, то есть н-эстимейтер, а все остальные параметры стояли минимальным значением, но я подумал, что можно запихнуть только эстимейтеров. Ой, я не обучил фит. Точно. Извините, не обучил фит. Здесь очень хорошая штука. Я, соответственно, сразу использую с валидацией. Напишу это довольно просто. Я думаю, что если вы сталкивались с экжи-бустом, то вы тоже используете. Я всегда создаю очень классическую функцию, в которую уже вложена валидация, и она всегда становится матрицей. Эта матрица в экжи-бусте называется кат-буст. Ой, это в кат-бусте называется матрица-пулом. Работает все то же самое. Единственное, что только получаете параметры немножко по-другому и указываете метрику. Я вот сейчас не указал их. И вернемся. Давайте посмотрим, что у меня будет. Ой, не указал. Супер. Посмотрим. Окей. Самое простое там дает 7,6. Но это можно не считать репрезентативный. И вот наш долгий к нам кат-буст. Это прям супер-долгость, как всегда. Даст, наверное, какой-нибудь ну вот 79. Вы, наверное, хотите узнать все-таки, как добавляться автоматически, могут автоматически добавляться фичи. На самом деле 95% успеха зависит от категориальных фичей. Просто из-за того, что их сплит довольно интересный. Какой? Какой именно сплит? То есть начну сначала от вопроса, тот, который сказал ранее, что на самом деле можно через нампай перекладывать категориальные фичи. Выглядит это все очень просто. всегда лучше учить через матрицу. Это матрица IG-буста. Матрица кат-буста выглядит так же, только называется пулом. И вот у нее есть параметр кат-буст. И если вы пользуетесь, вообще лучше в принципе переходить на использование нампая. с помощью нампая можно определить, какие фичи являются категориальными. Их соответственно перечисление будет лежать в тюпле, в кортеже номер один, номер ноль. В первом кортежике вы можете их забрать и передать тот же самый индекс. Но мне кажется, это быстрее, чем передавать какие-то самописные ручные параметры. Мы же просто дата-аналитики и еще и программисты должны быть. Просто если мы будем руками перечитать, мы умрем, стухнем там, тому подобное. Есть очень интересная проблема, которая заключается. Это соответственно в подборе параметров. Как теперь подобрать нужные параметры? Какая ваша best practice? классно было бы, если вы продолжили взаимодействовать со мной. Извините, я не запомнил ваше имя. Молодой человек красной рубашки. Такое ощущение, как бы прямо из МТС. Я просто из мегафона. Меня Борис зовут, но я не из МТС. К счастью. У вас есть best practice? Или вообще у кого-нибудь есть тоже best practice? Как подобрать потом наши параметры? Их довольно много бывает. Что дальше? Есть типичный способ, какой-нибудь перебор по сетке, например. Но это очень долго. Долго. А вот есть наверняка какой-то способ, ну то, что это понятно не grid search, а обдуманно, чтобы потом объяснить своему работодателю, то есть почему я так сделал. Круто. Кто сказал? Супер. Это один из классных вариантов, и мы его сегодня тоже посмотрим. Но есть, у гиперопта есть очень классная штука, но почему-то про нее все забывают. Помните, я вам на слайде сказал, что есть зависимые переменные там learning rate, зависим от того, какое количество деревьев. Ну окей. А здесь у нас тогда должно быть следующим образом, что если мы с вами подбираем параметры, то мы с вами делаем это следующим образом. У нас идет это так. Вот я поставлю здесь. Как правильно подобрать параметры? Learning rate фиксируется на какой-то оценке либо стандартной, либо выше на два пункта, чем стандартная. стандартная UGBoost learning rate 0.3, UGBoost Ucadboost 0.1. После чего вы выставляете там, к примеру, 300 деревьев. К примеру. И, соответственно, вот как здесь. То есть у меня там стоят параметры. И я сейчас начинаю что подбирать. Я зафиксировал давайте там 300 деревьев. А там все знают, что такое деревья же. Это я, ну не надо объяснять. Вот это очень, я надо было с самого начала спросить. Окей, 300 деревьев learning rate я зафиксировал. После чего соответственно мы подбираем параметры, там grid search, окей, вот подобрали какие-то параметры, записываем параметры, которые мы сейчас на данный момент подобрали. И вот здесь вот очень интересно, что мы сейчас смотрели. Мы смотрели параметры, которые там называются max depth и вес нашего с вами потомка. Он там у нас выдал очень маленький вес, но вы знаете, там есть такая последовательность, что дальше мы должны сделать этот же шаг, я вам его здесь описал, то есть лучший вариант подбора ручками, этот же шаг, только плюс-минус один параметр по дереву, плюс-минус один параметр соответственно по max depth и по весу наших потомков. После чего мы подбираем гамму, после чего мы подбираем call sample и temperature, после чего мы выстраиваем больше деревьев, там, к примеру, доходим до тысячи и смотрим, когда у нас вручную перестает падать параметры. Но это долго, это вручную, в CatBoost все проще, в CatBoost это выглядит как-то вот там вот так, да, вы бустите его, условно говоря, он вам показывает точку, вот ту вам уже Никита показал, соответственно точка является лучшим параметром, я автоматизировал запись этой точки, она количество деревьев нам выводит, мы это количество деревьев автоматически запихиваем в итерацию и у нас будет соответственно какой-либо результат. если он захочет. Вот, ну надо, наверное, plot true написать, да, все-таки будет. Окей, сейчас. Ну, результат там какой-то, видите, он довольно некрасивый получился, очень странный, но не очень хорошие сейчас остались данные, просто я старался максимально увеличить и успеть во время. Что здесь не хватает? Здесь не хватает на самом деле гиперопта. Спасибо вам огромное. Я очень рад, что можно тоже использовать гиперопт. Гиперопт очень классный, но в гиперопте есть проблема, которую мы сейчас уже решили. вот. И гиперопт это некоторый оптимизатор параметров, я вам на их густе покажу сейчас. Я его использую в nested validation. Кто-нибудь уже слышал о nested validation? nested, вложенный, там нет, nested function, function. Это очень интересно. nested validation, я тоже написал эту функцию здесь, она выглядит следующим образом. Как она выглядит? То есть nested функция это функция, имеющая вложенные варианты обучения. Я вам нарисую, у меня осталось еще немножко времени. У нас есть, ну, начинается основное обучение, я напишу здесь старт. У нас начинается основное обучение здесь, мы выдаем параметры и суть в чем, что наше x-train, который там основной, он бьется еще на n-foldов, допустим, 3. То есть что это такое? Он создает у нас некоторую итерацию, внутренний повторение, внутренний цикл, в котором во внутреннем цикле происходит подбор параметров. То есть здесь наш с вами лежит гиперопт. подбирает некоторые параметры, у него получается, что этот гиперопт имеет некоторое количество тоже внутренних итераций. Чаще, ну, я ставлю обычно там около 10, но это очень неправильно. Можно использовать еще больше. Гиперопт, соответственно, подбирает некоторые параметры и возвращает его на каждый трейн. после чего мы можем с вами устроить некоторые соревнования, то есть какие лучшие параметры сработают и те параметры, которые имеют, к примеру, если мы для гиперопта поделили датасет всего на три, то те параметры, которые победят в соревновании две трети, они и перейдут дальше. Return Parameters RP. Мы возвращаем параметры и уже на этих параметрах происходит наш фит. Этот фит у нас остается еще два раза такого же цикла соответственно и в данном случае у нас тоже должна быть победа параметров, которые приходят отсюда тоже соревнования две трети. До тех пор, пока не найдутся параметры, которые побеждают в соревновании две трети, то есть порог АУ к примеру метрику, у нас будет повторяться этот цикл. В чем эта суть? Почему, для чего все это нужно? Это очень странно, но лучше проиграть в качестве 2-3 процента, но nested validation дает нам стабильный результат на долгий период, который будет наше качество урока к примеру будет максимально стабильным от месяца к месяцу. И оно будет переходить у нас с вами очень долго, и поддержание эти плюс 2 дня на обучение на больших датасетах могут вам выиграть большое количество времени на дальнейшее исследование, чем вы на обычном валидации получите результат стабильный на 3 месяца, а потом у вас переменная поплыла, потом ваш результат уже поплыл и вам надо переобучать. Пишется следующим образом, мы разбиваем на количество фолдов, вытаскиваем трейн-тесты, я здесь очень деревянно написал, извините, конечно, просто если их же boost, то мы отправляем в гиперопт. Гиперопт имеет свою основную, он принимает функцию активации, то есть функция, которая проверяет потерю, он принимает параметры, он принимает тот алгоритм, который будет оптимизировать. Ну и количество итераций. Я здесь мало поставил итераций, давайте три ради интереса, чтобы посмотреть. Дальше, что это происходит, что за функция активации? Функция активации это та функция, которая у нас с вами отрабатывает, то есть это почти та же самая кросс валидация, то есть тот же самый функция по фитингу бустинга, но только в ней есть небольшой секрет, секрета на самом деле никакой нет, просто в ней внутри еще тоже стоит кросс валидация, которая вот на трех фолдах. И основная задача этой функции возвращать не просто алгоритм, не какие-то лучшие качества параметры, а возвращать именно вот такой вот словарь. и чтобы у вас работало, вы можете вернуть именно словарь потери, здесь потери очень просто вычитается единичка минус срок аук и статус. Статус должен быть окейный, соответственно если статус передается не окей, то функция не работает. В результате вы получаете очень хитрый словарь с параметрами, который почему-то очень… Вы, кстати, используете для перебора гиперопыт параметра какой вариант? Сейчас я вам покажу, извините. Это очень хороший вопрос, что вы задали, я думал, что я до него не дойду. Вы используете какой способ перечисления в гиперопыте? Вы ставите NP-Choice униформ или просто запихиваете листик? Я понял. Смотрите, тут очень хитро, надо сразу запомнить. Ну, вот просто бывает такое, что этого даже на официальном сайте на самом деле я не нашел на официальном тюториале я не нашел сразу ответа. Меня очень стал волновать вопрос, почему еще часто ко мне приходят параметры в нулях? Ну, то есть такого не может быть. Оказалось, что если вы используете параметр по выбору Choice, то здесь в Choice он вам возвращает не сам параметр, а его индекс из этого списка. А вот в Uniform он возвращает именно сам параметр. Но вот NP Choice используется когда вам нужно указать явно тип, а этот параметр всегда возвращает float-овское значение. Очень интересно, для того, чтобы получить, не надо придумывать самому функцию. В Python есть функция, которая превращает, сравнивает два параметра и превращает их в превращает их в словарь, соответственно, в новый словарь. И она называется… Где у меня там она? Вот. Соответственно, она называется вроде как Space Metrics, да, Space Evil. Вот. Вы просто закидываете туда лучшие параметры и, соответственно, те, которые вы получили. Space Evil сравнивает два словаря, и если на этом месте является индекс незначение, он поставляет туда значение. Это очень классно, заполните, потому что я потратил полдня, наверное, на поиск ответа. И интересно, как работает подбор параметров с гипероптом. Он очень классно работает. Давайте посмотрим. То есть, что… Paramx the boost около… Наверное, я не загрузил параметры. Что? Я там не нажал Enter на загрузке этих параметров. Супер. Он выращивает там некоторую последовательность автоматически. Как он работает? Он разбивает на фолды внутри, закидывает, учит-учит модельку, вытаскивает лосс, смотрит, какое приближение возможно, и выдает какой-то соответственный результат. Но, как вы видите, что гиперопт с лучшими параметрами. Ну, там, конечно, такие левые параметры. Не всегда дает хороший скор. В чем это связано? То, что он… Ну, как мы знаем, вот эти вот знаменитые картинки с минимумами. Если у нас с вами, например, есть какой-то большой минимум локальный, ну, вообще, какой-то большой минимум здесь, а настоящий минимум вот здесь, супер-супер-миниум, то гиперопт будет как-то спускаться, 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 и поскольку у этого минимума будет площадей больше, ну, то есть, условно говоря, у него спуск будет больше, то он упрется в него и начнет спускаться вот в эти параметры. А здесь-то у нас вот на самом деле наш минимум, и он не уйдет сюда. Ну, это я, может быть, просто еще не до конца его как-то изучил, но в основном вся проблема заключается в том, что какой способ может быть лучше, мы в Мегафоне сейчас разрабатываем на основе генетического алгоритма, в шесть раз быстрее мы учимся, и помимо шести раз быстрее нашей учебы, мы еще и используем разные, разная многопоточность, у нас получается, что максимальная отдача от самого компьютера происходит, и у нас очень классно в поиске настоящих параметров, которые необходимы без упора в минимум, потому что у нас есть потомки. Здесь такого нет, но здесь очень простенько, но здесь очень быстро. У меня там уже заканчивается время. Давайте я вам покажу результат, в чем суть. Когда мы проверяем результат, вот у нас, соответственно, есть на самом деле результат будет следующий. Мы должны сравнивать соответственно мин по тому значению, который выдается у нас, и по нашему с вами оттоку. У нас как бы есть с 13 по 19 неделю в году какое-то количество пользователей. Какое-то количество пользователей, и есть наш с вами таргет, который мы ищем, у нас, соответственно, он выглядит каким-то образом вот так. Ну, предсказывает он не очень пока что. На самом деле здесь нет ничего такого страшного. Почему идет такое предсказание оттока, что мы просто закладываем люфт на взаимодействие. Откуда этот люфт берется? Потому что лучше мы пообщаемся с пользователями еще раз, чем мы не пообщаемся с этими пользователями вообще. Как это работает? То есть откуда это берется? Я не знаю, можно я еще бумажку испорчу? Спасибо. Очень классно. Смотрите, там просто есть такая штука классная. Вы не делаете предикт, вы делаете предикт проба, и вы просто указываете в этом предикт пробе, что у вас должны быть пользователи, ну это некоторый треш-холд, вы указываете его больше, что вы считаете единичкой, ну например, то, что единичка, у вас будет все, что больше, ну например, единичка равняется, это если ваш у, который вы нашли, он больше или равен там 0.70, или 0.75. Вот. Вы будете получать некоторый люфт, вы будете получать некоторый люфт, но зато вы будете получать некоторое дополнительное общение с пользователями, и более интересный предикт, чем обычно у бустов, начинается предикт с 0.5, то есть туда-сюда, то есть не очень качественно. Смысл вам общаться с людьми, которые имеют, к примеру, там, ну они не утекут, но скорее всего 55% будет предикт. Вот в чем основная суть была нашей работы. Очень жалко, что не нажимаете на кнопочки. Суть в том, что здесь на самом деле с минимальным разрывом побеждает CatBoost, но в CatBoost есть очень большой плюс, у него будет всегда очень стабильно. В зависимости от наших с вами параметров, у него будет такой же люфт, но просто будут более стабильные дальнейшие работы. Мне хотелось бы дать вам еще несколько советов, что можно сделать. Я думаю, что вы уже не спешите, раз вы здесь. Смотрите, CatBoost очень Python-friendly. Создавайте свои метрики. То есть, ну окей, ну рок-аук там, окей, пресижены, реколы, но как вы это объявляете? Создавайте свои метрики и оборачивайте их сразу для бизнеса. Вам чаще всего не нужна метрика, которая рассказывает там, ну как объяснить лост своему начальному, ну типа потери у нас меньше. Ну окей. Создавайте метрику. Я вот, например, привел здесь просто название функции, да, и ретурн. Суть в том, что есть интересная библиотека Numbo, и если использовать знаменитые декораторы Python, то с помощью импортировать эти декораторы, соответственно, из Numbo, то вы ускоряете любое ваше вычисление в 120 раз. А этот JIT переводит все вычисления, которые будут лежать в форму, в функции сразу в C++ и возвращает вам результат всего лишь один импорт. Попробуйте, это очень классно, создавайте свои собственные функции. Из того, что мне больше всего нравится, я, надо создавать свои собственные грифсерчи. Почему надо создавать свои собственные грифсерчи? Потому что вы можете использовать их на основе итераторов. Почему я использую собственные грифсерчи? Потому что есть определенная посредовательность серчинга, а не просто так закинул все параметры и получил все результаты. Чаще всего вам надо сначала обучить закрепить learning rate, обучить побольше деревьев, обучить все, что связано с деревьями, потом регуляризацию, остальные параметры, и потом еще немножко посмотреть на деревьях. Благодаря пайтоновских, благодаря пайтоновским генераторам yield функции, соответственно, вы можете создавать функции, которые создают некоторую последовательность и возвращают, ну, генерируют некоторую последовательность и вы можете закинуть, здесь у меня соответственно создается две параллели, то есть я закидываю в функцию описание количества параллелей и он у меня начинает работать. Он мне инициализирует, серчит и гетит, все это происходит параллельно и это плюс на самом деле кэтбуста в том, что они решили систематизировать потоки, очень интересно то, что их же буст, если в нем стоит параметр thread минус единичка, то он занимает все, что есть, а если в кэтбусте сделать такой же параметр, занять все ядра, то он займет все ядра, но если появится другой кэтбуст, он скажет, о, ну окей, давай друг вместе поживем, как бы они начнут вдвоем, ну, такая шведская семья у них будет, шведский кэтбуст, очень интересно то, что вам иногда надо будет заглядывать в прошлое и для прошлого есть Memorize, это очень классная штука, в чем основная суть декораторов в питоне, в том, что они исполняются до того, как код, который вообще написан в вашем ноутбуке, там, еще где-нибудь, он исполнится, то есть, условно говоря, ваш декоратор лежит изначально и он запускается сразу, и он инициализирует список, и потом все, что приходит в эту функцию, попадает и начинает работать уже только здесь, а здесь у вас так и остается рабочая хранимая функция, хранимый список, и вы можете закидывать туда элементы, обращаться к ним, и это гениальная штука, когда вы используете собственный grid search, потому что, если, например, у вас уже попадались такие параметры, вы можете их просто откинуть и пропустить, это очень классно, это получается, кстати, быстрее, что по поводу результата, это очень интересно, как вы сравниваете модели, если они у вас уже есть, вот маленькая моделька, любая, то есть как их сравнить, сравнивал кто-нибудь модельки, нет? Вот есть одна, есть вторая, давайте, Борис, ну вот вы посмотрели рок-аук, и типа одна лучше, другая хуже, да? Да? Вот, оказывается, этого недостаточно, а оказывается, это недостаточно, почему? Потому что разбейте по предикт пробе либо целевую переменную, бинтайп, и посмотрите количество соотношений плохих и хороших по каждой модели. Возможно, что одна из ваших моделей, ну у нее рок-выше, но она, например, предсказывает вам по бину 60 только, ну в размере 50 до 70, а зачем вам такие пользователи? То есть это очень малая вероятность. Вам нужно, чтобы либо она вся одинаковая была, либо, соответственно, она была ближе к единичке, тогда вы будете устраивать. Я слышал, что здесь кто-то занимался какой-то банковской сферой, как раз-таки делал скор на фрод, я вот там слышал. Это очень интересно в плане того, что как раз-таки можно использовать, сравнивать модели по фроду. Графики. Соответственно, графики вы можете строить не рок-ауки, а, например, Gini. Gini – это очень интересная экономическая метрика. Она отражает, она исторически отражала один из вариантов насыщения рынка. И что она показывает? Вы можете построить соответственно графики и посмотреть их в приближении к старой модели. Лучше она или хуже, вы можете сами для себя определить. Дивергенция. Ну, все, наверное, смотрели фильм. Я просто очень люблю сумерки. Помимо сумерок, я много еще с Греем смотрю. Он очень хороший. Я рекомендую. Соответственно, дивергенция. Все мы знаем, что дивергент, благодаря Голливуду. Дивергенция – это разность на каждом бине, то есть разность нашей модели всех ее показателей и всех другой модели показателей, результатов показателей. И коэффициент это чем ближе у нас этот коэффициент классический к нашей старой модели, соответственно, тем моделька хуже. Это совсем не рок-аук, потому что бывает, что у модели разница в рок-ауке в 10%. А результат дивергенции разница между ними в десятых долях. И это ничего. Соответственно, таблица выигрышей по каждой группе бинов и тому подобное это тоже можно посчитать. Она немножко относится, вы почти то же самое видите ли, к построению таблицы по каждой модели. И вот очень классная штука. Это таблица стабильности. Берется каждая модель, ее бинтайп. Актуальные. Берутся именно актуальные единички, ожидаемые единички, то есть то, что вы предсказали. Разница между актуальными и ожидаемыми, соотношение их. И очень интересный параметр, который называется индекс. Индекс, он показывает ways of evidence, соотношение доверия. То есть, если у нас с вами этот индекс имеет очень малое значение, тогда мы в определенном промежутке можем доверять этой переменной, этой модели. Если она не имеет, либо ways больше, то тогда эта модель нуждается в проверке. Если это экстремально низкие значения, тогда эта модель мы не можем ей доверять. Это не рок-аук. Это хорошая метрика, которая покажет, что независимо от рок-аука, ваша модель будет реально отличаться от другой. И в чем проблема? Есть групповой отчет, то есть проблема по группам. Вы можете взять какую-то группу, которая вам нужна. Например, здесь у нас была задача оттока. Например, пользователи, которые приносят только там плюс 30% дохода. Мы можем взять эту группу, потому что мы на нее будем рассчитывать и посмотреть именно по этой группе ожидаемые и, соответственно, преддикты. нам нужно искать это, потому что именно эта группа нам нужна на данный момент. Почему такая задача? Почему эта задача? Потому что цена ошибки очень большая. Если вы сделаете максимально модель, скажете окей, рок-аук и выпустите ее в прот, то ваша ошибка будет очень дорога. Потому что очень много пользователей получат звонки, пользователи не должны иметь много взаимодействия, к примеру, или же просто один звонок стоит порядка 10 рублей, к примеру, пользователю. И их миллион. То есть вы потеряли 10 миллионов, плюс ваша зарплата, ну, как-то вам не погладит вас по голове. Соответственно, это цена ошибки. Если можем считать, что работу с питоном считать домашним заданием, если вас заинтересует там catboost или просто бустинги, или работа с ними, ускорение по гиперопту, или вы посмотрите, потыкаете дома еще раз самостоятельно данные вообще ноутбука, или вас заинтересует работа с catboostами, напишите мне. Я очень буду рад ответить всегда на все ваши вопросы. Они очень классные. Давайте думать правильно, создавать правильную аналитику, не просто смотреть кодиков или просто устроить нейронки, а еще если вы участвуете в хакатонах, я тоже участвую в хакатонах, вы можете тоже поучаствовать. Или если вы просто заинтересованный человек в общении, возможно я найду для вас время, даже если вы не из МТС, хотя мне кажется все-таки. Если у вас сейчас есть вопросы, я готов на них ответить. Давайте ваши любимые вопросы. Давай. Где? Здравствуйте. У меня вопрос общий. Во-первых, я не увидел, а мы где-то в коде здесь LTV прогнозировали или нет, чтобы учитывать. Лайфтайм вэлю? Нет, не учитывали. Лайфтайм вэлю мы не учитывали. Мы учитывали просто стабильность притока. Лайфтайм вэлю это как это был изначально пример почему задача почему задача оттока вот в принципе как вариант лайфтайм вэлю задача вы хитрец вы когда сидели не отвечали на вопрос а вопрос задали вот почему задача оттока очень важна потому что вот нам нужно удержать пользователя он ценнее для нас вот я не описывал задача оттока задача оттока кстати это небольшая функция просто обычно как раз в банках в телекомах LTV прогнозирует исходя из метрики оттока то есть высчитывают процент оттока и применяют его как на LTV на RPU и накладывают туда индексацию денежных ну то есть будущий кэшфлоу и куча там всего прочего у меня уровень остатка пользователя есть и уровень оттока он тоже как бы есть вы в принципе можете взять его за основу добавить там вычисления это в принципе она и есть то есть этот график строится на основе этого оттока а еще у меня просто еще есть тоже один общий вопрос а как вот вы говорили модель выкатывать в прот может типа дорогого стоить имеется ввиду если там ошибка и при этом до этого вы говорили что применяя вот этот местед валидейшн можно сделать более устойчивую на будущие периоды то есть мне просто как часто получается вы обучаете заново модель я правильно же понимаю что вам важнее все таки то что было в недавнем периоде то есть вам не нужно тянуть данные которые были там два года назад с пользователями а то что вот то есть какой промежуток времени вы используете чтобы переобучать сеть модель и как это часто делаете и какой порог вы отсеиваете старых данных то есть хороший вопрос так про данные мы знаем от пользователей все но временной перемежуток я не могу назвать это теперь не правда это действительно так по nested validation nested validation автоматизировано и то есть у нас построены процессы автоматически у нас если модель показала стабильность ну то есть показала стабильность устраивает рог она например какие-то сравнен прошли сравнение с предыдущими моделями если они существовали если нет то это 3 месяца пробный период если она существ до полгода до года если существовала модель она сравнивается они работают вдвоем а потом модель выводится в прот здесь есть небольшой минус а точнее здесь был небольшой минус и катбуста он не работал ну по крайней мере мы не использовали его потому что в нем не было java ну как-то так вот у нас получилось потом оказалось что катбуст java friendly потому что прот стоит чаще всего не на питоне это медленно вот и мы сделали это java не friendly соответственно java maximum friendly он у нас работает в проте и как это происходит модель обучается есть периоды задержки у нас как бы работают параллельно несколько моделей есть периоды когда минимально минимальная загрузка оборудования в этот момент соответственно модель переобучается на данных какой-то период вот а одна модель работает если модели соответственно обучилась у нас вот эти вот процессы который сравнение я вам показал они автоматизированы соответственно как происходит она показала автоматически сравнила результат лучше останавливается 100 моделей переходят на новую, соответственно. И у нас очень автоматизировано, потому что очень большая информационная такая, прямо на пике. Ну, мы самый узнаваемый бренд. И последний вопрос. В самом начале вы рассказывали, что используете какие-то старые подходы, в смысле исторически разработанные старые, о сокращении фичей. То есть вы создаете какую-то новую фичу. Ну, вот нам 8 типов выделили. Вот как обычно там я дел в тупую, да? Я, как вы вначале говорили, множатся различные категориальные переменные. Все загоняется там, не знаю, CatBoost, XGBoost. Притом, может, модели строятся на разных фичах. А потом это я оборачивал в какую-нибудь метамодель, знаете, типа среднюю по этим. У вас, и так понял, другой подход. Вы сперва сокращаете вот эти переменные, смотрите, чтобы они и в CatBoost, и в XGBoost пересекались. Ну, то есть одинаковый набор фичей использовался для максимальной интерпретации. И я вот честно не очень понял. Но это что, какая-то еще кластеризация предварительная перед моделями? Как вот сокращите ли вы? Я понял. Отличный. Хороший вопрос. CatBoost работает только вот с этими короткими фичами. XGBoost, для него генерится абсолютно все. То есть вот эти вот классические по дням недели, как же они там еще называются, напомните мне, вложенные фичи. Нет, сейчас не вложенные. Сейчас. Когда мы с вами берем на каких-то промежутках… Среднее значение. Да, среднее. Вот это вот все для него генерируется. Для XGBoost. Для CatBoost мы идем другим путем. Мы смотрим. То есть есть задача. Пользователи есть. Есть влаз. То есть есть описание какой-то компании, продукта. Есть там бостонская категоризация. Они просто… Почему я их назвал старыми? Потому что вот влаз, она относительно новая. Но бостонская категоризация. Но это там 70-е годы. И оказалось, что та аналитика, которую придумали давно, она как бы работает. И она создает интересные фичи, комплексные. И это для CatBoost. А некомплексные, соответственно, идут для XGBoost. А как тогда потом будет пересечение этих фичей, если их нет в XGBoost? Я вот здесь не показал этого. Просто это две разные модели. Ясно. Еще вопрос. Извините, это много. Долго. Наоборот, здорово. Надо вот коммуницировать. Я очень люблю коммуникацию. Еще раз. Здравствуйте. Такой вопрос. Вы используете Pandas, если я правильно понял. Почему вы не использовали Dask для параллелизации? То есть Pandas же, насколько я знаю, работает условно с одним процессором. И некоторые генерации фич или apply какие-то могут занимать довольно много времени. Тот же Dask позволяет распараллелить это на несколько процессоров. И используете ли вы это или нет? Мы не используем Dask для параллелизации, для распараллеливания. Какое сложное слово вы мне задали. Для создания разных процессов на одинаковые задачи мы используем питоновские штучки, типа Concurrent. Из feature tools вроде оно как-то так называется. Мы создаем сами потоки и работаем уже с… То есть сами создаем. Почему мы не используем Dask? Ну просто у нас нет такого в model quality, условно говоря. То есть у нас есть определенный процесс и определенные задачи, которые мы можем использовать. То есть определенные библиотеки и тому подобное. Вот там его нету просто. Ну и вообще в принципе Pandas отвечает на все наши запросы. А вот интересно, из Dask можно прям в NumPy вытащить? Не знаете? Так не подскажу. Просто вот суть Pandas у него под капотом внутри NumPy, под капотом NumPy C++. Соответственно мы можем это ускорить. Вот если это можно было бы ускорять в Dask, я посмотрел бы. Но сейчас я занимаюсь вот классным гипероптом на основе генетического алгоритма. И вот немножко бус-чу. Просто как ни странно, очень интересно, казалось, почему бустинги. Вроде бы вам сегодня, я когда только пришел, у вас здесь про LSTM. Но на самом деле они все работают. То есть очень мало у кого там работает нейронка. У всех работают бустинги. И это нормально. Еще есть вопросы? Давайте. Вот Борис. Да, у нас сколько угодно времени, Борис. Я реально не спешу сегодня субботу. Окей. Ну, в смысле, может быть, на СССР хотел выгонять. Вот вы же сказали, что там есть какие-то алгоритмы старые, и они вроде работают. Есть какой-то новый придумали, который в прод выкатывается там на какой-то процент, видимо. А дальше вы сравниваете какие-то метрики, вот те самые, которые с индексами. Ну, я не пойму вот что. Если это выкатывается реально в прод на какой-то процент, почему не смотреть реальные бизнес-метрики? Сколько денег потратили, сколько пользователей осталось, сколько ушло? Ну, просто есть штуки, которые я не могу вам показать. Но это мы тоже смотрим. Просто это именно как сравнивать модели было. Мне кажется, правильный способ сравнивать модели, это можно же просто на оффлайн, на исторических данных обучить, а потом посмотреть, например, на месяц вперед, как если бы мы, например, позвонили, и насколько мы реально угадали проверить. Или в реальности онлайн-тестирование привести. Прямо бы вроде посмотреть, насколько мы хорошо угадываем, и сколько реально людей на это откликают, а сколько мы лишних денег тратим. Вот это вот, особенно вот таблица стабильности, она там угадывает, ну, сравнивает модели. Если, например, модель максимально близко к старой модели, то она действительно так и работает. То есть вот таблица стабильности отвечает, ну, как бы можно подкрутить сюда бизнес-метрику, и вот вуаля. Но там-то тоже так делают, просто это уже не моя задача. Моя задача вот сделать такую часть, а кто-то уже подкручивает дальше. Просто у нас очень распараллельные процессы. Ну, просто еще такой комментарий, что на самом деле у вас же задача не предсказать отток, которые не уйдут. Еще чтобы они прибыльные были. Абсолютно верно. Это классный вопрос, кстати. Давайте я вот сейчас его освещу. Прям 5 секундечек. Простите, я где-то просто здесь запорчивал рискот как раз. Вот где-то здесь. Смотрите. Это очень хороший вопрос, потому что многие его решают неправильно. Почему? Это у нас с вами наши пользователи. Они делятся на три части чаще всего. К примеру, отточные. Какой-то там. Давайте я назову отточные группа 2 и группа C. Comeback. Смотрите. Есть группа, которая уйдет. То есть вот они там сделали какой-то out и они не вернутся. То есть вот с этой группой у нас есть пре-модель, которая определяет вот эту группу. Дальше у нас есть группа Comeback. То есть группа, которая сделает, соответственно, Comeback. То есть она уйдет, попользуется другими услугами, вот этими плохими, ну какими-то еще. Наверняка есть просто другие операторы. Я просто не слышал про них. И, соответственно, ну, например, они там придут кому-то еще, но они поедут в роуминг и поймут, что там все не так хорошо за территорией Москвы. И у них как бы будет Comeback. Нам тоже они не нужны на самом деле. Мы работаем только с той публикой, у которой вот на пике они сходили, к примеру, как это можно определить. Они вот чем-то недовольны, они приходят к оператору в пункт работы с людьми и, соответственно, они чем-то недовольны, получают какой-то негативный фидбэк, ну потому что у продавца или у консультанта было плохое настроение. Они такие, ну сейчас я вот уйду. Это все вот здесь. Вот именно эту целевую группу мы сначала ищем, а потом уже работаем с оттоком. То есть сначала мы ищем здесь, а потом сюда. Вот. Ну это как вариант. Вот я бы рекомендовал, если вы вдруг этим занимаетесь, кто-нибудь сначала построите модель, которая найдет вот этих пользователей. Ну то есть вот здесь вот просто будет трата денег пустая. Здесь просто будет, ну, полупустая трата денег. А вот здесь вот будет то, что вам нужно. Вот так вот. Да. А вот мне говорят тайминг. Ребята, Роман, будешь взять мой телефон? Смотрите, я хотел бы вручить на самом деле за… Вон он там накроет. Смотрите, Борис, можно я вам вручу первый приз, колонка? Спасибо вам огромное на самом деле за вопросы. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего вам дня. Будьте настоящим крутым дата-аналитиком. Спасибо. Так. А вот молодой человек, который задавал хорошие вопросы. Давайте я вот вам тоже… Супер. Спасибо. Спасибо. Сергей, да? Спасибо. Спасибо. Не забудьте продолжать. И вот, а вот у нас ушли уже, и вот очень жаль, что ушли люди, которые спросили про гиперок. Ну вот молодой человек, который вот прям руки почти всегда поднимал. Можно я вам тоже вручу еще одну, по-моему, там термокружка. Спасибо вам огромное. Спасибо. Был очень рад. Спасибо вам. Всем всего доброго. До свидания. Был очень рад с вами.